В эфире Вести интервью. Здравствуйте! Сегодня, в первое воскресенье апреля, российские исследователи Недр отмечают свой профессиональный праздник, День геолога. О том, в чем заключается их работа, мы поговорим с главным специалистом геолого-разведочной компании «Дальгеология» Владимиром Запорожцевым. Здравствуйте! Здравствуйте! Владимир Михайлович, вот вы всю свою жизнь посвятили науке о земле. Как вы пришли в эту профессию и почему выбрали именно ее? Ну, в геологию я пришел в 1973 году, когда после окончания Новочеркасского геолого-разведочного техника вместе с супругой, тоже геологом, мы были направлены в тогда бывшее дальневосточное геологическое управление, которое базировалось на улице Льва Толстого 8. Сейчас там находится Дальнедра, департамент Дальневосточно-федерального округа. Ну, вместе с нами приехало много специалистов наших выпускников этого года. Все выпускники того года собираются в Новочеркасске, будут отмечать 40-летие. Я пользуюсь возможностью, хочу поздравить всех своих коллег с этим и профессиональным праздником, и 40-летним. Ну, а уже будучи работая в Комсомольской геолого-разведочной экспедиции, я окончил Владивостокский институт имени Куйбышева. Ну, и дальнейшая вся работа, она сочетала профессиональную деятельность, она была в работе и в обучении. Потому что стоять на месте невозможно. Конечно, в геологии, как науке, так и на практике, все очень динамично в движении, и учиться нужно постоянно. А откуда появилась эта тяга именно геологии? Ну, как и все мальчишки, вот в то время смотрели фильмы, там, «Человек, амфибия», там, «Тарзан», читали книжки Фенемора Купера, Канан Дойля. Ну, и мечтали, конечно, о каких-то дальних путешествиях, мореплаваниях. Но в ростовскую мореходку я даже не стал подавать документы, потому что проходной балл был 25 из 25. Нужно было сдать не только все экзамены на отлично, но и в аттестате с школьным образованием иметь одни пятерки. Это меня, конечно, остановило. Отец был у меня геолог, он начал свою деятельность в войну с небольшим отрядом, 6 человек. Они в Средней Азии обеспечивали водой новобранцев, которых пешим строем вывозили на Кавказ, в Грозный. А после войны и до пенсии он работал в юго-восточной части Донбасса, в Сальских степях, это между речью Волги и Дона, где я, собственно, и родился в городе Жахт. А в чем заключается работа геолога? Работа геолога, она очень разносторонняя, разноплановая. Она сочетает постоянно полевую работу, лабораторные исследования, кабинальную обработку полевых материалов. И этот процесс непрерывен. Полевые работы – это изучение территорий, геологического строения, региональные работы – это начальные работы первой стадии, о которой мы говорим. Они обычно завершаются картосоставлением, комплекта карт геологического содержания. Затем идут поиски на этой основе тех или иных видов полезных ископаемых, выявляются какие-то уже конкретные предпосылки. Перспективные объекты вовлекаются в оценку, это уже третья стадия оценочная. Ну и завершается все разведкой, когда изучаются все условия этого месторождения, ведется подсчет запасов и изучаются условия его отработки. Гидрогеологические, инженерно-геологические, ну очень много там вопросов. То есть месторождение, собственно, готовится к разведке. Это кажется все так быстро, но на самом деле от открытия и до освоения месторождения проходят несколько лет, а крупных – это 10-20 лет и более. То есть это большой труд. И есть такое расхожее мнение у геологов, что месторождения не рождаются, месторождения делаются. И делаются они, конечно, огромным трудом большого коллектива специалистов, не только геологов, геологи, геофизики, гидрогеологи, минералоги, петрографы, механики, ну и специалисты развитых профессий. Ну и безусловно, вот на ранних стадиях поисковых работ в тайге нас никто не ждет, поэтому геолог – это и пекарь, и строитель, и лекарь. По мере необходимости охотник, рыбак, сборщик, дикоросов. В общем, все нужно уметь самому делать. В каких экспедициях Вы бывали и какие сейчас готовите? У геологов два понятия экспедиции. Экспедиция – это как организация или структурное подразделение. И экспедиция – это как способ ведения работ, когда отряды уходят на сезон, обычно летний, ну иногда и в зиму уходят экспедиции. Ну вот если говорить об организациях, то я работал 20 лет в Комсомольской георазведочной экспедиции, вместе с супругой мы работали. Потом с 93-го по 2008-й, это 15 лет, в геофизической экспедиции, ныне «Дальгеофизика». Ну и последние 5 лет в горно-разведочной компании «Дальгеология». Если говорить о проектах, в которых сам участвовал, доводилось участвовать, и наиболее интересные, чтобы я мог назвать, это разведка фестивального олорудного месторождения, поиски золота, олова, вольфрана, молебдена, на Баджале, на Сихатайлине, рассыпи ильминита на Катыни, титаномагнетита в Амурской области, железо в еврейско-автономной, золото в Амурской, то есть очень много. Все эти проекты, они такие интересные. Из таких длительных, что ли, экспедиций, которые приходилось, это, наверное, более всего запомнился Талиджак, мне зимовка на Талиджаке, как раз работали зимой. «Работы проводили в условиях высокогорья, вот, и была такова особенность, что все нужно было привязывать к себе, молоток, либо дорог, потому что все, что нечаянно выпадало из рук, по насту улетало вниз, а подъем от подножия склона и до рудной зоны занимал полтора часа. Правда, спуск всего пять минут, а пятой точке на месте». «А какие на Вашей памяти были крупные месторождения?» «Ну, крупные месторождения, это, конечно, всегда большая редкость, потому как это уникальные такие природные образования. Ну, я бы отметил, что вот, и которые, я еще раз говорил, что открываются не в одной части, они создаются большим трудом больших коллективов. Ну, вот наиболее крупные достижения или месторождения, которые изучались и разведывались, мою бытность в Комсомольской георазведочной, это правоурмическое лаворудное месторождение с запасами более 140 тысяч тонн. Это крупнейшее месторождение у нас на Дальнем Востоке. В Еврейской автономной области мы вот недавно закончили разведку железородных месторождений в южной части, сутарского и доизучения кимканского месторождения, железо. Ну, вот в Омурской области крупное месторождение, уже около 100 тонн, золоторудное, пионер, которое разведывало уже Дальгеологию. Дальгеофизиаке, одна из таких крупных находок, это месторождение никеля, конманьо. Владимир Михайлович, вот в свое время профессия геолога была очень популярна. Люди шли туда, потом наоборот был некий спад. Сейчас, сейчас как происходит с кадрами молодыми? Есть пополнение? Ну, по-разному происходит с молодежью. Ну, на сегодня средний возраст геологов в нашем коллективе 44 года. Если брать чуть назад, он был за 50. То есть молодежь, по факту, она пришла. Обновляется? Пришла, да, пришла. Молодежь откуда, кто это? Это выпускники нашего Дальневосточного института, инженеры, геологи, геофизики. Это выпускники Благовещенского техникума, георазведочного и Иркутского техникума. Что же касается специалистов Запада, вот как мы, в свое время, ни один не пришел за вот эти вот, наверное, 15 лет. И, наверное, не придут. Не придут, потому что все-таки перекос в условиях жизни, в экономической, в социальной, между Западом и Востоком очень большой. Он ощущается. Нет того механизма распределения, когда специалиста ждали на производство, встречали и так далее, и он получал направление. Сейчас все это гораздо сложнее. Поэтому надеемся только на себя самих, на ту молодежь Дальневосточную, которая растет и вырастает здесь. И все будущее связано именно с ними. И поэтому, имею возможность такой, я бы, ну, рекомендовал ребятам, которые будут определяться в выборе профессии в этом году, присмотритесь к этим георазведочным техникам, к факультетам, к геологическим в вузах. Профессия очень интересная. Она востребована, безусловно. Знания даются глубокие, глубочайшие даже, я скажу. И применить их можно в любых сферах деятельности. Я знаю коллеги, которые поменяли, работают очень широко. Ну и спрос на минеральное сырье, он, безусловно, взрастает. Это же не только руда, а это строительные материалы, которые необходимы для строек. Видим даже по масштабам Хабаровска, что творится. Это минеральное удобрение, это энергетическое сырье, нефть, газ, уголь, без которого невозможно. Ну, я говорю, что острее остается дефицит воды. То есть, это потребление растет вместе с ростом населения. А население в последнее время растет с ускорением. Так что, я думаю, эта профессия еще в будущем ненадолго. Да, я надеюсь, что поднимется престиж этой профессии. Я еще раз хочу вас поздравить с вашим профессиональным праздником, вас и ваших коллег. До свидания.